Российский союз ветеранов Афганистана провел концерты для солдат, проходящих срочную службу, а также бойцов раненых в зоне СВО. Поддержать военнослужащих приехал певец из Кировской области Александр Ботев. Оба выступления организовали ветераны из Кировской и Ульяновской областей. Многие тоже лежали в госпитале и служили в армии в непростое для страны время. Их тоже поддерживали артисты и эстрады. Впечатления от таких встреч остались на всю жизнь. Нам тоже приезжали творческие коллективы. Я тогда был в шой, когда ко мне в палату зашел Олег Газманов. Подарил спортивный костюм, игрушки, диски. Общались с ними. Для меня это люди были величина, которые творческие люди на уровне Российской Федерации. А тут они к нам зашли в палату, мы с ними общались, пили чай, общались, разговаривали. И вот это, наверное, в душе подняло моральное состояние человека. По крайней мере, меня. Счастливые воспоминания вдохновили ветеранов повторить положительный опыт таких встреч. С концертной программой в Ульяновск приехал Александр Ботев. Профессиональный певец знает, как поднять настроение военнослужащих. Ведь в прошлом он и сам был участником боевых действий в Чечне. Он уже не в первый раз выступает с патриотической программой. На счету уже несколько концертов ко Дню Победы в родном Кирове и множество других мероприятий. Мы сегодня по собственной инициативе решили дать концерт. Дать концерт, еще раз подарить хорошее настроение, подарить бодрость. Знаете, во все времена, когда случаются такие события, когда наступают войны, рождаются в боях самое знаменитое, самое святое боевое братство. Свои композиции Александр Ботев исполняет от всего сердца. Некоторые тексты исполнитель даже адаптирует под текущую ситуацию, чтобы каждая песня была пронизана духом сегодняшних событий и была близка нынешним военнослужащим. Зрители глубоко прониклись выступлением и репертуаром Александра Ботева. Мы слышали от дедов, от отцов своих такие песни и вспоминаем те самые старые разговоры, когда сидишь с дедушкой, он говорит те истории, рассказывает, показывает такие песни, мы слушаем с ним и добавляет нотку даже родного дома в армии тоже. Следующее выступление Александр Ботев планирует в Самарской и Волгоградской областях в ближайшие дни. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда.ТВ